Могилёвская область присоединилась к уникальному республиканскому проекту. На большом льняном полотне мастерицы Могилёвщины вышивают карту региона. Когда каждый район закончит вышивать свои уникальные фрагменты, вышитое полотно станет частью единой карты Беларуси. Татьяна Ивановна умело справляется с ниткой и иголкой. Вышивать начала ещё в детстве, потом своё мастерство передала детям, внукам. В областной центр мастерица приехала из Хотимска. Чтобы завершить орнамент своего района, у неё есть два дня. Мне это очень нравится, во-первых. Во-вторых, на Хотимщине столько таланта, что можно делать любую работу. Поэтому я с удовольствием, с восхищением. Мне вообще этот проект нравится, честно говорю. Потому что соединить каждую область, соединить каждую область Беларуси в одно какое-то пространство, по-моему, это здорово. На карте разные мотивы, разные техники. Льняное полотно длиной больше метра уже украсили мастерицы нескольких районов. Каждый регион представил то, чем по праву гордиться. Объекты материального и нематериального историко-культурного наследия. Здесь и дребенские лапти с валенками, круглянские деревянные музыкальные инструменты, глузкие бочки. Уникальный осиповический орнамент, добытый работниками культуры в экспедиции. У нас в Хотимске славится Свято-Троицкий собор. Он имеет, ну, вы, наверное, знаете огромную историю ещё с потёмкинских времён. Поэтому, ну, как-то вот это вот рушник-набожник. Вот набожники у нас вот такие вот вышивали. Ну, крестики – это символ чего-то святого, символ начала, символ нашей жизни начала. Поэтому вот крест у нас как символ жизни и на всех рушничках, набожниках как бы присутствует. Потом там есть, ну, и другие орнаменты, и цветы, и буквы, и пожелания, даже молитва вышита. Всякие есть рушнички. Ну, вот этот узор мы вышили в честь того, что у нас Свято-Троицкий собор. По замыслу проекта вышивальщицы будут создавать карты областей, которые в итоге соберут в единое целое полотно размером 3 на 2,5 метра. Мастерицы с удовольствием принимают участие в нашем проекте. И это такая, можно сказать, даже гордость от того, что можно поучаствовать, приложить свою руку, вложить свою душу в реализацию большого республиканского проекта. Завершить работу над картой Могилёвщины мастерицы планируют в начале мая. После полотно дополнит единую карту Беларуси. Её презентуют в столице ко Дню независимости. Продолжение следует...